Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели» в студии Кристина Рабина. Чем запомнились анапчанами гостям курорта минувшие семь дней и как эти события повлияли на жизнь города-курорта, расскажем в итоге мы в выпуске новостей за неделю. На этой неделе на территории Анапского сельского округа работала краевая демонстрационная площадка. В центре внимания агротуризма оказалась трусинная ферма «Татьянин Семенихиной». Этот объект приводят в пример начинающим и опытным фермерам. Здесь свой мини-зоопарк – медведи, страусы, иноты, грифы и верблюды. На территории работает гончарная мастерская, а создавалась ферма несколько лет, чтобы сегодня приносить доход и быть лучшей своей отрасли. Собравшиеся фермеры и руководители предприятия обсудили методы повышения популярности агротуризма. Обсуждение приняло участие более ста человек. На демонстрационной площадке приняли решение создавать новые уникальные агротуры по трем направлениям – растеневодческий, животноводческий и винодельческий. Туристы смогут посмотреть, как выращиваются кубанские фрукты и овощи, изучить повадки животных, съездить рыболовецкую деревню и посетить предприятие по изготовлению вина. К новому сезону глава города Сергей Сергеев поставил задачу создать не менее трех таких маршрутов. Накануне новогодних каникул специальная комиссия посещает неблагополучные семьи, семьи, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации. На вводном совещании обсудили основные моменты этой работы. И на этой неделе, сразу после совещания, комиссия начала непосредственную работу с семьями. Ежедневно рейдовые группы проверяют санитарно-бытовые условия, в которых проживают несовершеннолетние дети, пожарную безопасность и обеспечение семей. 9 декабря, в День Героя Отечества, почтить память погибших воинов и в знак признательности героям Отечества наших дней собралась молодежь Анапы. Флэшмоб провели на площади у здания администрации. В 2011 году указом президента России Анапе присвоено звание «Город воинской славы». Всего в России этого звания удостоено 40 городов. В них и провели масштабную всероссийскую акцию в память героев. Школьники и студенты, основные участники всероссийской акции, развернули гигантскую георгиевскую ленту и принесли с собой воздушные шары. В Анапе, городе воинской славе, трепетно и с большим уважением относятся к историю города, ведется активная патриотическая работа, бережно охраняются памятники военной истории, регулярно проводятся встречи ветеранов войны с молодежью и школьниками. Акция завершилась импровизированным праздничным салютом из шаров двух цветов, символизирующих георгиевскую ленту. Первый вице-мэр Анапы Светлана Яровая встретилась с мамами, чьи сыновья погибли в Афганистане и Чечне. Женщины, потерявшие сыновей, рассказали о своих проблемах. Но не только о личных. Разговор шел и о сохранении исторической памяти, воспитании достойной молодежи. Женщины поделились, с какими сложностями сталкиваются их семьи, а городские власти искали решение, как помочь, не откладывая в долгий ящик. Новчанки не скрывают, они нуждаются в поддержке, в добром слове. Для них важно, чтобы память людская о ребятах-героях не сякла. В завершение встречи мамы-солдат, не вернувшись с войны, поблагодарили за прием и выразили надежду, что такие встречи станут традиционными. В ответ получили предновогодние подарки и путевки в санаторий. В Министерстве курортов и туризма Краснодарского края на этой неделе подвели итоги краевого конкурса «Курортный Олимп-2014». В 10-м юбилейном краевом конкурсе на звание лучших претендовали сотни участников. В этом году было подано рекордное количество заявок. По традиции и 10-я церемония не стала исключением. Награждение провели КВНщики уездного города. По итогам конкурса наобчане стали лучшими в десятке номинаций. Лучшим поваром назван Евгений Кухаренко, работающий в пансионате «Ривьера». Звездный час наступил и для Галины Шевцовой у горничной санатория «Старинная Анапа», которая работает на предприятии «Семь лет». Лучшим экскурсоводом признана Елена Машонина компанией «Вояж». Предприятие «Сибур-Юг» занимает вторую позицию в номинации «Лучшая детская здравница». В номинации «Лучшая туристско-экскурсионная организация» третье место у Анапской фирмы «Рич». Лучший муниципальный пляж и первое место у центрального городского пляжа Анапы. Награду получил руководитель МУПАКУ Дмитрий Папандополо. Лучший кемпинг и третье место у Витязевского кемпинга «У моря». Лучшим санаторием «Курортный Олимп» определили санаторно-курортный комплекс «Делуч». Награду получила генеральный директор, герой труда Кубани Вера Стефановна Севрякова. В номинации «Лучшие средства размещения 3 звезды» на втором месте в крае Анапа-Океан. Второе место в номинации «Отель 5 звезд» у Анапского отеля «Давиль». Победителей гостей у «Курортного Олимпа» приветствовал председатель комитета по санаторному комплексу и туризму Алексей Черняк, почетный гость из Республики Крым. Вот такой мы увидели уходящую неделю. Смотрите сегодня в итоговом выпуске программы. Конкретное решение проблемы. В станице Анапска установлен остановочный павильон. Несанкционированные свалки в городе, как совесть анапчан. 30 тысяч бутылок поддельного алкоголя. Автомобиль с таким грузом остановили инспекторы Анапска Рода ДПС. Изменения законодательства как основа для сплочения. Руководители, представители ТСЖ и управляющих компаний провели совместное совещание. Чем холоднее, тем лучше в Анапе в третий раз открыли сезон зимнего плавания. И сейчас обо всем подробнее. Конкретное решение проблемы. На выездном приеме главы города жители станицы Анапска обратились к Сергею Сергееву с просьбой решить проблему с остановкой по улице Лермонтова. Долго ждать решения проблемы не пришлось. Здесь и ранее останавливался городской транспорт, но негде было укрыться во время дождя. Предложение и просьбу сделать остановку станичники внесли на приеме главы города. Сергей Сергеев пообещал разобраться и решить этот вопрос. И решил. По поручению главы города выполнена работа по установке вот этого нового остановочного павильона. Работа выполнена с помощью наших предпринимателей, представителей общественности. Мы стремимся к тому, чтобы наш Анапский сельский округ был более привлекательным, был более благоустроенным. Новая остановка и выглядит симпатично. Кованые элементы, высокая платформа и сделана качественно. Рабочие уже завершили монтаж остановочного павильона. Все по правилам. Расписание движения, доска объявлений, идут работы по благоустройству прилегающей территории. Спасибо огромное главе города Анапа Сергееву Сергею Павловичу и мэру станицы Анапской Гончарук Олегу Леонидовичу, что сделали такую замечательную остановку для людей. Быстро все сделали, все так это активно, участвовали все. И замы, и руководитель наш прям вот постоянно приезжал, постоянно контролировал, наблюдал. Мне это так понравилось. Огромная благодарность всем руководителям нашего города и станицы Анапской. И хочу обратиться к жителям станицы Анапской, ближайших улиц. Давайте мы будем поддерживать чистоту и порядок, чтобы наша станица становилась все краше и краше. Жители станицы отметили, для них это большой подарок к Новому году. Несанкционированные свалки – серьезная проблема любого города. Устраивают их, как правило, сами горожане. Анапчане не исключение. Одним некогда заключить договор с мусороуборочной компанией, другие, видимо, пытаются сэкономить, а кому-то просто легче переложить свои заботы на плечи других. На углу улиц Ивана Голубца и Крылова земельный участок завален строительным мусором и бытовыми отходами. На обочине дороги анапчане устроили несанкционированную свалку, не затрудняя себя заказом машины для сбора крупногабаритного мусора. Ведь за эти услуги надо платить или не надо, если просто вывалить на обочину мусор и забыть. Видимо, так рассуждают нарушители. Жителями города Анапы устроена несанкционированная свалка на территории муниципального образования. На данный момент силами управления муниципального контроля организована уборка этой территории и большая просьба к жителям города Анапы не устраивать несанкционированные свалки в неустановленном месте. На земельном участке работали два спецавтомобиля. Собрали мусор и вывезли на специальный полигон. Мгновенно представители прибыли сюда, на эту территорию. Как видите, уже идёт уборка. Изумительная реакция. Обычно наши привыкли ругать представителей администрации в данном случае. Я хочу высказать огромную благодарность этим людям. Потому что, во-первых, это наша жизнь, это наше здоровье. Это благосостояние и района, и города в целом. Собственнику участка направили уведомление о месте и времени составления протокола об административном правонарушении. За ненадлежащее состояние участка собственник заплатит штраф, сумму которого определят на заседании административной комиссии. 30 тысяч бутылок поддельного алкоголя автомобиль с таким грузом остановили инспекторы Анавской роты ДПС. Подробности громкого дела прямо сейчас. Инспекторы ДПС задержали водителя автомобиля, в котором было обнаружено 30 тысяч бутылок с некачественной поддельной алкогольной продукцией. 9-12-2014 года, ориентирован в 18.00, нами был остановлен автомобиль КАМАЗ в рамках проводимой операции «Бахус» в районе посёлка Виноградный. Водитель предъявил документы на транспортное средство, также он предъявил документацию на перевозимый груз, товаротранспортную накладную. В ходе осмотра мне товаротранспортная накладная вызвала сомнение в полненности, потому как она была полностью, практически не заполнена, и вызвала очень много нареканий. На этом основании приступили к досмотру КАМАЗа и обнаружили коробки с алкоголем. Никаких документов на груз и перевозку не было. Подозрительная партия алкоголя сразу же была изъята. Сообщается, что перевозимое спиртное явно имело признаки подделки. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства, нарушения и производится экспертиза изъятого алкоголя, по результатам которой будет принято решение о штрафах и наказании. К другим темам. Изменение законодательства как основы для сплочения руководителей и представителей ЦСЖ и управляющих компаний провели совместное совещание. Создание ассоциации поможет в дальнейшей работе и развитии, уверены участники этого союза. Ассоциация руководителей ЦСЖ и управляющих компаний будет содействовать в предоставлении качественных и доступных услуг по управлению многоквартирными домами. Оказывать юридическую помощь, защиту и представлять интересы в суде. Разработают единый договор на коммунальные услуги, чтобы предприятия работали стабильно и без нарушений. Это повысит уровень обслуживания многоквартирных домов. Вопрос о создании такой ассоциации назрел давно. Всем известно, что во многих домах управляющие компании являются совсем небольшими, опыта у них мало. И поэтому мы будем надеяться, что ассоциация поможет таким небольшим организациям качественно и эффективно организовать свой процесс. 15 организаций выступили учредителями и сформировали систему управления. Избран председатель, исполнительный директор и утвержден устав. Это объединение, которое будет помогать своим членам делиться опытом, распространять передовой опыт, чтобы каждая отдельно управляющая компания действовала наиболее эффективным образом. Мы постараемся, чтобы были унифицированы и договора на управление, которые заключаются с отдельными жителями, чтобы в какой-то степени были унифицированы и, может быть, насчет снижались, конечно, это громко сказано, но, по крайней мере, наиболее эффективным способом использовать тарифы, которые приходится платить. Чтобы велась разъяснительная работа, чтобы снижалась задолженность по уплате, которая существует у многих управляющих компаний. Пресс-конференция по итогам года с представителями краевых СМИ – ежегодная традиция. В этот раз она прошла в необычном формате. Диктофоны, видео и фотокамеры – ручки в готовности. На пресс-конференцию главы курорта Сергея Сергеева приехали журналисты со всего края. Обычно они удивляют чиновников своими вопросами, но на сей раз самих журналистов ждал сюрприз. После краткого подведения итогов уходящего года глава Анапы предложил вместо традиционного формата «Вопрос-ответ» посетить масштабный и в чем-то даже уникальный для курорта объект. Заинтригованные журналисты приехали на новую городскую строительную площадку. Современная система водозабора и автоматизированная котельная – вот новый курс в системе ЖКХ. Проектируемая мощность котельной – 40 калорий в час. Первый этап строительства. Заканчиваем уже 20 калорий в час. Обсуждая в неформальной обстановке вопросы застройки, коснулись и проблем развития городской инфраструктуры, строительства социальных объектов. Мы завершаем строительство еще одного детского сада, строим на двух объектах. При стройке модульнее в общей сложности на 120 мест, 80 и 40, и детский сад на 100 мест. Порядка 120 мест мы ввели за счет реконструкции существующих детских садов. Обсуждение Симы продолжилось по возвращению в конференц-зал. Вопросы территориальной застройки волнуют и журналистов, и горожан. Сегодня уже год, как мы приняли генеральный план, порядка 20 изменений туда нужно вносить. И в правила землепользовательной застройки тоже. И мы этим сейчас занимаемся. Для Анапы это большущее событие, то, что генеральный план у Анапы есть. Самое главное, чтобы генеральный план исполнялся. Вот в этом я вижу роль администрации. Исполнялся досконально. Если это рекреационная зона, то никаких строительств, многоэтажных, многоквартирных домов в этой зоне быть не должно. Как опытный хозяйственник, глава видит проблемы и задачи шире. Тот, кто выше 12 этажей сегодня строит, вот должны скинуться, либо единолично, и приобретать специальную технику. Для того, чтобы можно было, не дай бог, эвакуировать людей. На пресс-конференции обсудили вопросы развития предпринимательства, детского отдыха в Анапе, строительства парковок, восстановления пляжей, благоустройства городских улиц и другие. На вопрос о планах на 2015 год Сергеев предложил журналистам самим поучаствовать в планировании. Давайте предложение, что бы вы хотели видеть в Анапе, а я соберу, саккумулирую и вам отвечу, что приемлемо на сегодняшний день, что нет. Встречи главы курорта с представителями СМИ стали уже хорошей традицией. Продолжаем выпуск. Ежегодно в России 11 декабря отмечают День памяти погибших в Чечне. В этом году исполнилось 20 лет с начала вооруженного конфликта. Память погибших почтили минуты молчания. Достаточно лишь один раз побывать на поле боя, чтобы измениться навсегда. Ветераны это понимают. Вспомнить памятную дату в Доме культуры Цибанабалки собрались те, кто боролся за мирное небо. Памятную акцию посвятили 20-летию начала Чеченской войны. Невозможно восполнить потери, вернуть домой сыновей и мужей. Сложно подобрать слова для потерявших родных и близких на войне. И только одно способно облегчить горечь утраты – живая память. Война – это, наверное, самое страшное и жестокое явление на нашей земле. Но россиянам присуща любовь к нашей Родине прекрасной. И она выражается всегда в их готовности защищать наше Отечество. Собравшиеся выразили благодарность и признательность поколению людей, через судьбы которых прошла война. Возложили цветы к памятнику погибших земляков. Юбилейными медалями наградили участников боевых действий. В День памяти для ветеранов прозвучало несколько песен о войне, от которых даже у суровых мужчин навернулись слезы. Память о солдатах, офицерах, погибших в Чечне и других горячих точках будет жива. Их помнят родственники, товарищи по оружию и передают эту память подрастающим детям. Чем холоднее, тем лучше. В Анапе в третий раз открыли сезон зимнего плавания. Торжественный заплыв с флагами состоялся в курортном поселке Суко. Наталья Змозгова продолжит тему. В долине Суко людно даже зимой. Море притягивает. Вода всего плюс 8 градусов, но холод этим спортсменам нипочем. Тело и дух у любителей зимнего плавания закаленные. Анапские моржи открыли сезон 2014-2015. В этом году в Сочи мы заняли почетно третье место. Теперь нас ждет Мурманск, где я думаю, что мы нашей командой обязательно займем первое место. В традиционных показательных соревнованиях спортсмены участвовали в заплывах на 25 и 50 метров. Федерация зимнего плавания Кубани во главе с адмиралом Мироновым делает хорошее, замечательное дело, вовлекая все новых и новых анапчан в свою федерацию. Они показывают, что пословица, которую в свое время высказали еще древние, Мансана, Инкорпорсанов, «в здоровом теле, здоровый дух» действует всегда. Пришел поддержать движение любителей зимнего плавания, потому что это ведет к здоровому образу жизни, люди закаляются. Чем ниже температура воздуха, тем теплее кажется вода. Новичкам посоветую обязательно заниматься, как мы говорим, моржеванием. То есть зимняя, холодная вода, она дает бодрость духа, она укрепляет организм. Среди нас есть самая старшая наша, как мы тоже, моржиха, Александра Ивановна. Ей 84 года. И свое здоровье она укрепила только благодаря зимнему плаванию. После купания в холодной воде вдвойне приятно попариться в банке или согреться горячим чаем. Соревнования проводятся уже третий год. Для взрослых детей это настоящий праздник здоровья и позитива. В преддверии Нового года принято подводить итоги года уходящего. Мы узнаем у известных и знаменитых людей Анапы, каким для них стал уходящий год. И, конечно, поздравления с наступающим Новым годом. В этом году наше управление начало работу в новом формате. Созданы мобильные группы, мы обеспечены мобильным транспортом и форменной одеждой. Весь год мы следили за порядком в городе и в следующем году мы продолжим свою работу. Хотелось пожелать терпения, благополучия, здоровья, счастья в каждый дом. С наступающим Новым годом! На сегодня это вся информация. Далее прогноз погоды на выходные. В субботу, 13 декабря, в Анапе малооблачно, без осадков. Температура воздуха днём плюс 8, 10 градусов, ночью до 6 градусов тепла. Ветер северо-восточный 8 метров в секунду. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 8 градусов. В воскресенье, 14 декабря, в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днём плюс 6, 8, в ночь на понедельник до 5 градусов тепла. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 8 градусов. Далее блок полезной информации от партнёров программы «Итоги недели» производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Поступила новая коллекция одежды к Новому году. Платье вечернее и на каждый день. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Приятных вам выходных. Генеральный партнёр программы «Новости» производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта «Анапа», в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир. Благоустроенная дворовая территория. Уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2. Телефоны 48300 и 48333. Партнёр программы «Новости» – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Тёплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. «Анапа», торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. «Випарт» – клуб настоящих моделей.